Давайте поддержим всех. Эти люди придут за нашу право собраться здесь. Это здоровье, это смачное, что мы больше не собирались. Пусть они знают, что по крайней мере, в своих людей мы не свободны. Пока они не верят, мы их никогда не дадутся. От силы влияния, мы, к слову, не заступим, добавляем еще одно слово. Какое? Не заступим! Не заступим! Смотрите, какая странная штука получается. Мы все собираемся, нас все больше и больше, ну или как минимум не меньше. Каждый митинг наш похож на военную операцию. И мы видим, что эта вся власть, эта гадкая огромная жаба, она просто боится и трясется наших митингов. Но, тем не менее, десятки людей бросаются в тюрьмы. Мы видим, что главному жулику уже нужно переодеваться шуравлей, чтобы отмечать внимание о том, сколько мы делаем компания, которые мы делаем, что мы делаем. Но, тем не менее, партии жуликов и ворот по-прежнему хватает сил вышвырнуть из Госдумы депутата, которого мы выбирали, которого мы посвящим выбирали. 200 тысяч человек голосовали из Путкова, и 300 уродов международного вышвырнули. Почему так? Путкова! 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 Они понимают, что наша победа запретит им устраивать своих детишек в госпарпорации в госпарк. А мы бы вроде бьемся за какие-то абстрактные вещи. Просто какая-то свобода, просто какое-то равноправие, просто какое-то человеческое достоинство. Его и в карман-то вроде не положишь. Но мы должны относиться к этому как абсолютно конкретные вещи, без которых мы не можем жить. Мы не можем жить без свободы. Нам не нужна жизнь без человеческого достоинства. Мы никогда от этого не откажемся. Это наша личная борьба. Уничтожение коррупции означает и не для каждого из нас, означает по-гласному страну. Равноправие означает равные возможности для всех детей, а не только для детей кремлевской элиты. Это наша личная борьба. Я очень часто слышу, что мы будем ходить на митинги, как на работу, и чего мы добьемся. Да, будем ходить. Мы ходим на работу. Чтобы обеспечивать наши семьи. И мы должны ходить на митинги для того, чтобы обеспечить свободу себе и своим детям. Для того, чтобы обеспечить себе человеческое достоинство. Будем ходить, как на работу. Это должно быть частью нашей жизни. Так хорошо быть и на митинги, как на митинги, как на митинговое море. Но мы должны сказать себе каждый, что, да, скорее всего, власть это падет в обозримом будущем. Но даже если этого не получится, даже если она будет длиться годы, и к бодексной голове Путина уже наконец-то пришьют тело летучей мыши, все равно мы будем сюда приходить. Даже если останешься один, все равно придешь и станешь. Но я верю, что я не останусь один. Я верю, что ни один из нас не останется один. Мы придем все вместе. Мы придем. Не существует только людей, которые помогут нам. Есть ли люди, которые живут где-то далеко, которые придут и решают ваши проблемы? Есть ли люди, которые свергнут Путина, пока мы будем дома есть варенье? Никто не даст нам избавления, кроме нас самих. Я хочу, чтобы каждый из нас, заглядывая утром в зеркало, спрашивал себя, а что сегодня я готов сделать для свободы и отстаивания своего человеческого достоинства? Сделать мне нужно многое. Например, сбить это на полете. Шуток. Каждый из нас может сделать многое. Можно прийти на митинг. Можно перечислить 200 рублей в поддержку полицзаключенных. Можно поддержать на перепроекте, как на спинках разрушенности. Можно перечислить число и денег на выборы. Можно приехать в Кинге и поапитировать за нее. Можно распространить листовки в доброй машине правды. Каждый из нас может что-то делать каждый день. Я вижу здесь ту политическую силу, которая может победить. Но если будет работать каждый день, других людей, кроме нас, нет. Только мы. И больше никто. Надежда, уборство принесут нам победу. Верим в ее? Да. Верим или нет в победу? Да. Придем или нет? Да. Набьем в себя того, чтобы людей выпустили из тюрем? Да. Победа будет за нами. Мы настойчивы. Мы верим. Мы лучшие женщины комаров. Мы верим в мораль. Мы верим в правду. Мы верим в победу. Один за всех. Все за миру. Один за всех. Все за миру. Один за всех. И все за миру. Мы вместе.